В Byron Bay, самой восточной точки Австралии, будет запущено крупнейший в стране государственный биткоин-центр. Основой для запуска проекта стала сделка Nelson Infrastructure Group – местной компании, развивающей цифровую инфраструктуру и специализирующейся на возобновляемых источниках энергии Queenbrook Infrastructure Partners. Созданная криптоферма добавит около 0,4 экзахиша – это единица вычислительной мощности криптопроизводства к глобальным операциям по майнингу криптовалюты. Объект будет на 100% работать на возобновляемых источниках солнечной и ветряной энергии станции Queenbrook. Согласно прогнозу Finch, в 2022 году взрывной рост инвестиций в финтех может прекратиться. Объем финансирования финтеха в Европе в первом полугодии 2021 года составил 15 млрд евро. В то время, как всего 5 млрд евро вложены во второй половине 2020 года. При этом доминируют компании B2B-сектора, на которые приходит 65% капитала. Если верить Finch Capital, то тут можно выделить четыре фактора. Битва за кадровый потенциал, которая приведет к увеличению затрат. Спад на биржевых технологиях, площадках, рынках IPO. Усиление контроля со стороны регулирующих органов, а также рост процентных ставок. А вот отчет себе Insight по финтех показывает, что всего в мире в 2021 году объем финансирования в этот сектор достиг 91,5 млрд долларов США, что почти в два раза больше суммы капитала, привлеченного за весь 2020 год. Что будет дальше, будем наблюдать. Две крупнейшие в мире частные финансовые компании объединяются с целью создания новой платежной инфраструктуры для фирм, работающих в сегменте e-commerce. Теперь шведский финтекс может предлагать своим клиентам новые платежные продукты сферы BNPL. В Stripe заявили, что интеграция двух компаний должна упростить использование бизнесом финпродуктов Klarna в сфере электронной коммерции. Известно, что после внедрения смешанного платежного функционала от Stripe и Klarna объем продаж увеличился в среднем на 27%, а средняя стоимость заказа выросла на 41%. Слияние двух фирм должно помочь в их конкурентном противостоянии со Square и PayPal. НБУ предоставил проект концепции построения системы мгновенных платежей, сообщает пресс-служба регулятора. Это современный инновационный тренд, который используют банки и финтех-компании по всему миру. По статистике около 80 стран мира уже разработали собственные системы мгновенных платежей. В частности, некоторые страны имеют по две такие системы. Еще 10 стран анонсировали их внедрение в ближайшее время. Клиенты MasterCard смогут покупать, продавать и хранить цифровые активы, используя кошелек, созданный на основе BACT. Доступ к торговле криптовалютой скоро получат партнеры MasterCard, в том числе банки, ритейлеры и финтех-компании. Согласно индексу новых платежей MasterCard, 77% миллениалов заявили, что заинтересованы в получении большего количества информации о криптовалюте. 75% утверждают, что использовали бы криптовалюту, если бы понимали ее лучше. Продолжение о MasterCard. Платежная система изменит внешний вид своих карт, чтобы помочь незрячим людям. Сегодня более 2,2 миллиарда людей по всему миру имеют проблемы со зрением. Такую статистику предоставили в компании MasterCard. На этой неделе МПС представила новый дизайн пластиковых карт, в которых используются выемки на боковой стороне, что должно помочь людям с проблемами со зрением легче различать кредитные, дебетовые и предоплаченные карты. Представители компании отмечают, что сегодня все больше карточек выпускается в плоском дизайне без стесненных имен или номеров. TouchCard MasterCard даст людям со слабым зрением возможность безошибочно определять, какую именно карточку они держат в руках. Субтитры создавал DimaTorzok